президент остается об этом стало известно вчера после провала импичмента в парламенте всем привет с вами филипп церетель и сегодня мы поговорим о том как грузинская мечта начала процесс импичмента против соломы зарубешвили 30 августа администрация правительства опубликовала обращение в котором сообщила о несогласном действий президента грузии соломы зарубешвили с правительством за несколько дней до этого президент заявил о начале своих визитов в ряд европейских стран для получения статуса кандидата е.с. грузии уже 1 сентября правящая партия возбуждает первого в истории страны дело об импичменте против президента на основе того что по их мнению зарубешвили нарушила конституцию несогласованность своих визитов несмотря на это президент зарубешвили продолжает встречи с лидерами европейских стран 3 октября конституционный суд приступил к рассмотрению импичмента президента сама президент не присутствовала на суде связи с чем начале процесса председатель конституционного суда грузия мира птураво выразила недовольство и указал на то что суд может потребовать обязательного присутствия главы государства на процессе в ходе судебного процесса председателя правящей партии Ракли Кабахидзе. Назвал причины отказов президенту в визитах, цитата, «радикально разные взгляды на политические темы, в том числе на внешнюю политику». Он также заявил, что Солома Зоробишвили грубо и умышленно нарушила конституцию, тем самым вступив против системы управления. По мнению Капалишвили, представление противоположной стороны необоснованно. Грузинская мечта начала процесс импичмента. Президент совершенно безосновательно. Также она указала на серьезность ответственности суда в этом деле, так как, по ее мнению, он может стать, цитата, «орудием политической борьбы большинства парламента против президента Грузии». 16 октября Конституционный суд Грузии опубликовал заключение, в котором выявил нарушение Конституции президентом. Следующим этапом в принятии импичмента является голосование среди депутатов. Для смещения президента требуется 100 голосов, что говорит о обязательной поддержке оппозиции. 19 октября в парламенте начинается процесс рассмотрения импичмента. Члены оппозиции партии встают, когда Зоробишвили входят в зал. Члены грузинской мечты, напротив, остаются сидеть. Президент выступает с речью, заявляя, что она не будет доказывать то, что и так очевидно, а также, что единственной ее цель является получение Грузии статуса кандидата в ЕС. И, цитата, «никто и ничто не сможет остановить меня на пути к этой цели». В результате импичмент провалился. Из 100 голосов он набирает лишь 86. Зоробишвили остается на своем посту. Интересно, как теперь грузинская мечта будет возобновлять диалог с президентом? И, вероятно, в скором времени мы это уже увидим. А с вами был Филипп Церетели и Лонг Ток. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин